всем привет всем привет дорогие друзья да мы сегодня будем записывать обзор и рассматривать карту interference которая проходила совсем недавно закончился competition по ней вот да ну собственно карта проходила с 25 февраля по 4 марта суббота по субботу все варкапы с субботы по субботу проходит так что участвуйте ну и пожалуй наверное начнем я сделаю первый взгляд так как enter топ у нас занял enter у нас покажет нам как надо все пытались очень хорошо перебить ну я пытался в общем то сразу падая на финиш мы подбираем у нас сдается рокет и если быть немножко внимательными мы видим что дальше небольшая рампочка и там дальше еще один рокет то есть ну нас по патронам так видимо не обидит сюда все равно не видно у тебя зума нет когда ты зумишь у меня не отображается нет это понятно про скользили на этой рампе прыгать нельзя подбираем здесь и два рокета и в принципе тут наверное будет простой стрейф а вот дальше надо будет уже реализовывать как раз таки эти два рокета можно было поступательно конечно вначале сюда упасть допустим стрейфом и отсюда уже забираться ну либо вот сразу здесь у нас слик рампа которую в принципе желательно использовать потому что она дает достаточно большое большое преимущество по скорости здесь у нас вода очень интересное очень место небольшие падики под выку 3 видимо нормально выку 3 сделаны и да да тут телепорт внизу как я понимаю да тут никак не срезать в принципе дальше по карте как раз таки как раз будем там пропрыгивать и кто захочет срезать увы увы я не получится дают нам рокет одну штуку и в принципе тут там тоже телепорт ну и там в принципе ничего делать нужно никаких дырок ничего там нету поэтому нам остается один вариант лететь туда прилетаем прыгнули в принципе пока вот до этой части карты в принципе видно что можно не торопясь тихонечко и и все осмотреть поиграть то есть но некоторые карты как например наверно за войдем вроде был такой момент что нельзя с места пройти определенную определенный этап карты так скажем надо было разгоняться обязательно где-то проходить все подряд тут как я понимаю три прохода дальше левый средний какой-то и только левый в уку 3 видимо здесь никак не запрыгнешь да этот сразу видно по цпм тут с дабл джампа да дальше тут у нас будет в ку-3 скорее всего в ку-3 вот этот и будут использовать и дальше тут тоже с двумя дабл джампами ну в ку-3 можно без дабл джампа нормально проходится стрейфим 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 и горочка у нас на которую она будет залетать с очень хорошей скоростью в цпм в ку-3 честно не знаю как будет быстрее по горочке либо по по этим падиком но скорее всего по горочке здесь у нас падиков разных это можно прыгать на прям тартур мини тартур нам устроили в принципе везде здесь можно упать упасть и потом забраться это тоже очень хорошо что маппер продумал это все и рампочка слик в принципе в ку-3 она будет скорее всего не юзабельная вот цпм слик конечно не забили на вот рампах и нужно чтобы ну да сам сама рампа наверняка будет полезной но без особого прироста в скорости скорее всего двигаем дальше тут у нас судя по всему да дают рокет аж 4 штуки есть джампад на который можно с которого можно в принципе забраться если вы вдруг упали ну и вариантов туда немного двигаемся по тоннелю здесь у нас рокет отбирают то есть нужно будет использовать все четыре рокета в той области максимально набрав скорость здесь у нас спуск с сликовой рампой джампад и тоннельчик наверх очень кривой тоннельчик так ну там да надо по центру джампада просто попадать если не попадаешь что вырезаешься получается здесь у нас обычный стрейф рампочки в принципе все это легко проходится но сама по себе карта спойлер ну так тем кто не играл на она не тяжелая там было тоже сликовая поверхность в принципе она скорее всего для vq3 будет более полезной нежели для цпм две рампочки на которые надо будет попадать желательно с хорошей скоростью здесь скорее всего запара для vq3 потому что спейсинг надо будет подравнивать и сликовая рампа на карте в принципе очень много сликовых рамп они в основном для vq3 сделаны чтобы можно было хоть как-то подлететь с них но это хорошие хороший замысел маппера потому что если бы это была обычная рампа тут бы приходилось спейсинг подстраивать именно под начала ее чтобы летать а так как на сликовая можно в любое место упасть и принципе получить хороший результат ну куча столбиков которые мешаются да ну выкутри это вообще ужасно я не представляю бедные выкутришники так тут у нас очень интересная задумка триггера оружия по столбаток да 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 ну очень классно дают у нас гранату и отличающиеся поверхности сразу уделяются скорее всего понимают это вроде как кнопки использовать для того чтобы не стрелять гранатами рокет и тут у нас на скорости что выкутри что цпм думаю тут на скорости просто залетается наверх ракета также здесь отбирается то есть эти два рокета которые вам дали надо будет использовать до этого момента иначе вы грубо говоря упустите возможность их реализовать здесь у нас в принципе вот это как выкутри дорожка реализована здесь естественно цпм две рабочие рампы и под разный спейсинг что тоже очень удобно если мало ли что-то пошло не так и на эту рампу уже не успеваете вы должны успеть вот на эту повернуть так что тоже особенно проблем думаю не будет встречаться паники у рампочка не слик нет во рамка не слик двигаем дальше смотрим и снова слик на котором можно прыгать и скакать здесь у нас видно что можно как налево вроде как запрыгнуть и без ну да можно таким нету double jump там раньше а дальше дальше вроде как есть но он какой-то очень уж такой специфичный на нем потеряется но о секретная комната секретная комната я не не знаю ладно идем дальше надо здесь надо скорее всего в цпм по крайней мере набирать максимально по круговой чтобы набрать как можно больше скорости приземлиться желательно на край рампы это у нас телепорт обратно чтобы потестить как раз возможно в принципе и ну и следующий телепорт так по другую комнату здесь это тоже телепорт чтобы потестить то есть маппер дает возможность нам о практиковаться в определенных триксах и это очень хорошо это плюс плюсик такой мапперу галочку что он думает не только о себе джампад который подкидывает на сон скорость дает до подкидывает на определенную сту со скоростью 911 у псов то есть какой бы скоростью вы на этот джампад не попали будь то 1500 там или ну не знаю сколько ну 600 или 0 или 0 он подкидывает а ты можешь здесь можно быстрому добраться можно спектатором принципе наверное а много за стенку улететь но клип но клип а здесь наверно проблема будет слева а вон то-то комнату же это тут улететь не сейчас долетим не выжили долго вы слететь технические неполадки идея приятной кнопки начал нажимать и двигать мышкой ладно я куда-нибудь должен прилететь нет не должен давай ты если долетишь я вернусь я сам тоже попробую как нибудь лететь я быстрее наверно дайду ну и в принципе такие джампады кстати не знаю но я давно не видел такие джампады которые подкидывали бы ну которые вы давали определенную скорость то есть маппер хочет чтобы вы там двигались с данной скоростью обычно мапперы сейчас на самотек все кидают читерское прохождение от энтера там да я так понимаю да 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 я себе наносите вил куча ракет и с ними пытаюсь добраться до туда блин случайно килл вот это да я скинулся и нет 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 тебя учебу такой челлендж кто кого 4 или не 4 кто выиграет за спойлерил частично интер конечно дорожку все в принципе это на месте делаем спиральку небольшую много-много скорости и вот мы на месте то есть вот я даже с 500 упсами прыгаю на джампад и дает он 919 дальше у нас тут интересные падики и опять сликовые рампочки за что мапперу выкутришники в частности должны сказать отдельное спасибо потому что не будь их выкутрибы наверняка очень долго мучились сликовые две для как-то два пада для разгона в цепи ну и выкутри тоже и есть переусердствовать насколько не рассказал enter можно вот сюда да так понял резаться и терять вообще всю скорость падаем из воды на рампу берем рокет у нас один рокет в принципе его больше использовать негде кроме как перейдеть туда тут у нас рейл дают одну штуку и опять мы в воде плаваем и ой выделяется сразу кнопка ковну цвета которых который можно стрельнуть которая понят вас вперед и старый для того и нужно чтобы рейлом стрелять не она также работает от обычного машинга на дальше вроде как при подъеме подбираете рокет и вот вылезая на наверх видно то что это квадратные столики и табуретки то будет летки до прыгаем на джимпад видим мигу принципе на тут наверное не нужно был один рокет его скорее все надо сразу сюда прыгать за вторым рокетом можно конечно сохранить но по моему там отобрали да ты наверно прыгнул отобрали то есть триггер отбора находится у тебя над головой если ты подпрыгнешь но он вы чуть-чуть выше нет нет а я же разно расположен ну там надо декомпилить смотреть так один у меня все еще один в принципе в общем то можем можно сохранять один рокет летим на джимпад там триггер один раз работает после потом он уже не функционирует да скорее всего скорее всего вы не сохраните этот даже если будете пытаться он особо не даст плюс проще сразу туда запрыгнуть на этот рокет и отсюда уже как мы видим дают хейст и отбирают тут у вас рокет то есть даже если вы сейвите особо его негде будет использовать и дальше стрейф в принципе на котором никуда не деться по сторонам об она если молодость оттуда если но это для выку 3 скорее все будет вязабельный можно даже увидим надо соскальзывать с этой поверхности чтобы получить здесь об и скорость до с него выбить здесь нам дают рокет и квад 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 дают совсем немножко так что надо скорее использовать и дальше в принципе финиш финишная прямая джимпад также для тех у кого не получилось ну и в принципе вот такая вот карта ну интер сейчас покажет все тоже самое не знаю что тут сейчас объяснять ну вначале мы появляемся подбираем рокет стрейфим немножко по этим азикам стандартное прохождение используем рокет спаслику поднимаемся наверх здесь если много имеете скорости и если не притормозите на этой рампе такой скользящий то можете подлететь очень высоко и вам придется потом какое-то время падать вниз то есть лучше чуть притормаживать на ней подбираете здесь две ракеты можно их использовать с четвертого пада вроде как предпочтительнее с третьего потому что это быстрее хотя зависимости от вашего скилла можете каком сможете по 1 на том используете ну да да дальше но как либо вниз прыгать либо от стенки отстреливать с этим вторым рокетом то есть если для сюда стреляем сюда и долетаем а по стандарту до вот этого сми к которым мы пытаемся набрать как можно больше скорости или как бы на него опять залезть ладно директ что на отсюда с этого слика можно тут два варианта либо мы где-то вот с него вот здесь прыгаем и пытаемся даже дальше как-то срезать этот угол и в общем как-то прыжками пытаемся проходить дальше или мы можем со слика упасть вниз здесь сделал дабл джамп с этого уголка как-то так и точно также прыжками все стрейфить можно больше скорости пытаемся набрать в результате зависимости тоже от скилла от набранной скорости у меня получалось что снизу быстрее после дабл джампа получается как раз два прыжка один сюда и второй прыжок вот прям перед этой рампой это позволяет намного больше сохранить скорости при прохождении этой этой воды здесь много скорости получается после этого имеется либо мы стрейфим обычно мы подлетаем естественно с этой рампы и мы падаем либо на либо сюда либо на первый патт либо на второй патт на второй патт намного сложнее до него долететь для этого нужно там много скорости развить и очень быстро проскочить эту воду вот но это дает большой плюс по времени 2 я на первых все-таки принятаясь я забыл и какой попадаю на 2 на 2 подвесно тогда дальше на стрейф подбор рокета после подбора рокета желательно чем раньше в отстрелите с тем лучше но так как у нас здесь стена имеется ввиду лучше от стены отстреливаться потому что она дает даст больше скорости намного чем если от полостых пол стрелять то есть прыгаем до к стенке в нее стреляем получаем как можно больше скорости а бы долететь вот до сюда ну и прилететь весь этот триггер дальше у нас имеется все отобрали ладно дальше мы себе можем проскочить 10 дабл джампом через это вот через этот барьер у к3 вроде проходят 10 в принципе как это же объясняли для того чтобы качественно и быстро пройти вот это все нужно приземлиться вот сюда наверно чтобы здесь получился дабл джамп нормально для этого нужно определенная скорость там раньше с этого рокета иметь и после этого дабл джампа у нас происходит дальше поворот налево мы пытаемся стрейфить пытаемся набирать скорость у нас здесь мы как распада прыгали вот мы пытаемся набирать скорость как можно больше или не как можно больше и и в случае если нам нужно прям очень быстро желательно попадать вот в эту рампу сожалению это рампа была самая большая главная боль всей карты ошибка мальтеров не знаю насколько ошибка хотя может ошибка он просто не рассчитывал скорость которая нужно набирать сделано то есть основная причина в том что с этой рампы если приземлиться иметь достаточной скорости приземлиться прямо перед ней то можно подлететь так что ты не просто сюда вот на эту платформу залетишь можно залезть вот туда наверх на вот эту то есть срезается сразу несколько джампов которые могли бы сделать и срезается прыжок вот сюда 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 то есть это больше секунды точно это дает и даже не секунды я может больше и в общем это была большая главная боль потому что приходилось примет тебя скорости набирать плюс пропадать пиксель перед этой рампой вот ну и без нее в принципе тоже можно проходить можно было прыгать вот как по попадам по этим дальше мы были как пытаемся стрейфить если отсюда то вот с этого краешка обычно сюда я сколько не пытался сейчас еще раз попробую стировать дорожки так тут у нас лесенка не пошли браться здесь запрос нагромождение здесь мы можем прыгать либо право либо налево но тоже в зависимости от скорости от падинка и от вашей дорожки выбранной и получается что отсюда мы прыгаем ну по крайней мере я прыгал сюда потом на вот этот уголочек дальше делать дабы жамп от этой рампы если у меня получалось подлететь на это рампы прям очень очень хорошо он стопом доска у меня если очень хорошо попадалось большой скорости то я не просто залезал до сюда и останавливался здесь я вот под 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 такой дуге приземлялся куда-то сюда и получалось что я без да без на 100 попрыгал сюда куда-то вот в этот угол дальше я заворачивал налево вроде бы сюда и получался по такой большой дуге делал дабл джамп от этой рампы и у меня вроде как много скорости получалось и быстро ходил здесь на этой сликовой рампе здесь два варианта прохождения либо мы просто делаем дабл джамп и прыгаем дальше либо мы прыгаем немножко слик пытаемся использовать этот слик и тоже прыгаем дальше я использовал обычный дабл джамп удивлять как использовал слик да ну так дорожки все равно разные конечно тут будут встречаться наверно дальше что можно разобрать здесь по прыжкам обычные люди после этой рампы приземлялись куда-то сюда и в зависимости от набранной скорости здесь получилось две дорожки он по-крайней мере сколько они старался не других то есть либо сюда на уголок а вот на уголок куда-то и здесь дабл джамп используется вот из этого места потом приземляемся куда-то сюда и вот с этого краешка получался ракет джамп прям почти в самый краешек либо если имелась скорость очень много то по приземлением получалось куда-то сюда следующий прыжок получался не не в краешек а вот даже куда-то сюда ближе к вот этого места и получался дабл джамп 10 на прыжок раньше то есть если было много скорости то можно был один прыжок сэкономить то есть после дабл джампа получалось приземлиться куда-то сюда и вот здесь из пола получался руки джамп принципе это экономила прыжок это 07 секунд или у того может 0504 правда прыжок дальше у нас там четыре ракеты дается здесь остается все наверняка по разным их использовали я например использовал одну здесь от этой стенке естественно гранд буст пытался использовать на 1600 а дальше ну мы раньше я использовал от этой стенки от той стенки но в дальнейшем я понял что из-за такого зигзага очень много скорости приходится здесь срезать то есть и так как дальше идет большая длинная прямая я стал использовать эти две ракеты то есть вот в этом месте один гранд бусты и 2 вот здесь в результате у меня на вот этой прямой скорости где-то 2 но больше чем 200 где-то 2 200 2 300 получалось я на очень большой скорости влетал вот в этот этот проход он дальше стрейф по стеночке ну как вы видите на экране на верхней уже не поднимусь я стрейфил используя как он снаппинг то есть вот эту белую полосочку которая на экране я смотрел это позволяет больше скорость набирать при его стрейфе как обычно перелет через это все приземляемся на центр этой рампы летим наверх пытаемся облететь этот уголок чтобы него не врезаться ступеньки отсюда есть два ну два варианта либо послабее либо посильнее то есть мы можем прыгать либо вот сюда куда-то либо можем вот с этого пада пытаться сразу на тот уголок прыгнуть это вроде быстрее должно быть меньше это быстрее и в принципе это не так сложно я думаю многие если бы захотели они бы без проблем допрыгивали так сложно тут по прыжкам опять же либо мы приземляемся вот сюда делаем дабл джамп это на мизер где-то на 01 но быстрее если здесь дабл джамп делать либо мы просто прыжками прыгаем вот сюда на этот уголок куда-то сюда вот дальше у нас прыжок и пытаемся попасть упасть правильно вот в этой поэтому в этой яме наверное идеале нужно падать так чтобы завернуть под подуге и и попасть прям на вот этот уголок но так как скорости много выгоднее получилось то есть врезаться стенку там развернуться и пытаться набрать скорость то есть я большой скорости там 1200 где-то я просто втыкался в эту стенку разворачивался нажимал там вперед вправо и пытался еще сначала вперед то вправо и пытался с трейфом потом до привод на уголке набрать как можно больше скорости определение могу наверх попасть я могу да сейчас попробуем так дальше стандартный дабл джамп здесь тоже это рампа на которой я использовал просто дабл джамп вот он пытался может быть с ликом столбики которые вот по такому проходу проще всего проходились может быть можно как-то и вот тут вот еще как-нибудь но мне кажется более широкий самый оптимальный до самый широкий прям вот отбор гранат здесь у нас но либо используем обычный отстрел от гранаты ибо если приземляемся где-то вот в этом районе то можно попробовать использовать граунд буст тот же выстрел куда-то наискосок назад и получение со слика скорости как обычный ракет ракет буст единственное то что так как под углом находится вот эта вот стенка она выстрела в эту поверхность не так много скорости дает как хотелось бы вторая такая же штуковина здесь мы имеем где-то скорости 2000 если правильно все сделаем но это я себя сравниваю вот и дальше после получения двух ракет у нас один единственный вариант прыгать куда-то вот сюда на рампу и стрелять рокетами в стену да и он не единственный тут два варианта ибо мы после приземления подлетаем для им рокетом вот в эту стену и 2 прям сразу же за ним то есть имеем просто там на 1900 где-то и потом рокет окончается пытаемся завернуть на этой скорости вот дальше следующий проход либо мы используем один рокет вот в эту стену скорости до 1500 1600 заворачиваем вот этот проход пытаемся не попасть в эти ямы которые меня прям очень сильно раздражали потому что я на скорости прям в них как раз а так всегда все ямы тянуты дефрагер и все то есть летишь такой на скорости 2000 1700 1600 и продажите да если даже 2000 ты летишь ты все равно попадаешь в нее по закону подлость вот и последняя ракета я старался использовать вот вот в этом где-то здесь то есть учитывая то что здесь у меня вот сейчас где-то здесь у меня должны отобрать его посмотрим вот здесь вот триггер находится то есть вот здесь вот я в этом расстоянии использовал рокет и имея много-много скорости я старался использовать эту рампу это кстати я ни разу это даблджамп вау да наверное его кстати лучше было использовать он удобнее расположен тут очень удобно был факт тут от роута наверно все будет зависеть в принципе в общем-то enter сейвил один рокет там чтобы использовать его здесь набрав на этой прямой максимальное количество скорости чтобы попасть на рампу с большим количеством скорости нежели это получится если использовать два рокета сразу и заворачивать с собой об эти углы теряю вообще всю скорость так если в общем в общем после отстрела у нас имеется скорость 1900 может больше я и уже не помню какая там скорость где имеется здесь мы стараемся сделать даблджамп чтобы не воткнуться в эту рампу а чтобы нормально получился даблджамп с от пола от нее и нас на скорость 1200 1300 туда улететь но не всегда какая скорость конечно получалось бывало и поменьше то есть мы с этого даблджампа прилетаем вообще все что можно это мне че здесь тоже кнопочки как будто че не делает в общем летим летим и стараемся попасть в этот проход ну если получилось все отлично здесь делаем или даблджамп или приземляемся куда-то вот сюда ну или если не получилось то с прыжка сюда и сюда с на эту рампу очень нужна используя стрейф допрыгиваем до вот этого слика и на нем два варианта у нас было прохождение но не то что два варианта есть несколько варианта вариантов использования это слика ну во первых это его этот как называется 1 наверное не не потянка контакт с как же говорил ну прыжки что по прыжкам попадать на него спейсинг да то есть либо мы прыгаем и на него тогда все отлично либо мы можем попытаться воткнуться вот прям перед ним мы можем сделать прыжок и опять попасть на слик это тоже нормально либо если прям вообще ужасный спейсинг мы могли бы от него воткнуться и и запороть стаим вот варианты использования его либо мы пытаемся сликать и подлетаем вот 10 куда-то налево пытаемся лететь либо мы можем ли здесь лететь направо тоже вот как-то там пролетать можно было вместо слика пытаться использовать здесь дабл джамп с с использованием вот этой рампы за дальше прыгать может быть вот эту рампу но самый быстрый получался при использовании слика и вроде как-то так я прыгал с этого дабл джампа вот здесь с уголка с дабл джамп это тяжело наверно было я я уж не помню вроде с дабл джамп я использовал если я забыл как я проходил ну в дымке я думаю посмотрим как это все происходило или или нет или просто в конце слика прыгал можно и дабл джампом и можно и просто с этой рампочки соскользнуть прыжком но с дабл джампом к вы все равно сложнее потому что там очень высокая скорость а рампа маленькая основная была проблема в том что бы завернуть правильно вот здесь от пролететь все вот это к тому не тоже проблем не воткнуться никуда скорости побольше иметь в процессе полета если у нас все хорошо и мы летим в идеале нужно воткнуться вот в эту в этот потолок так сказать и от него лететь вниз таким образом он нам да придаст вертикальной скорости чтобы он быстрее вниз падали если не получалось но чё ж просто падаем вниз помедленнее будет но тоже можно проходить процессе падения как вы уже объяснял ожидательно делать скороговые движения чтобы больше скорости получалось то есть это ну конечно узковато для таких прям на большой скорости получалось буквально пол оборота то есть я делала разворотность этом летел внутри на 180 грубо говоря делал я в самом начале к быть сюда получается я втыкался вот в этот угол вроде бы разворачивался на 180 и приземлялся вот сюда куда-то и дальше обычным стрейфом стрейфил на большой скорости вот в этот телепорт ну здесь мало чем можно про это рассказать при выходе из телепорта у нас имеется в виду не очень много прохождений здесь либо прыгать по вот здесь вот дабл джамп пытаться сделать его пытаться как-то приземлиться дабл джамп получалось быстрее потому что мы припрыгиваем вот это весь рампу да и не теряем здесь скорости если попробую дабл джампа мы втыкаемся если попробовать скорость тоже все натыкаемся в общем идеален ну по хорошим нужно было сделать дабл джамп сохранять скорость пытаться проходить вот эти вот все кривые платформ очки не только не используется и использовать эту рампу она нам позволяла не мучиться здесь вот с этим прямым прохождением и в общем быстрее намного с ней про это получалось пузен джампад поворачиваем налево скорость 900 чем-то прыгаем поворачиваем направо дальше опять стрейф 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 здесь вот и тут у нас тоже два варианта в зависимости от вашего того как вы прыгаете можно использовать одну из этих рамп и по-хорошему чем полой положим будет у вас прыжок на этой рампе тем меньше скорости вы потеряете если прыгаете вот так у вас вы теряете очень много если вы прыгаете наскосок у вас скорости побольше будет и и получалось что это сейчас ли соски когда при запрыгнул я просто и спрыгал нас особо дабл джампом после подлета куда-то сюда приземлялся в идеале вот конечно вот сюда следующий был прыжок на как раз на этот вот слик где который старался использовать по максимуму то есть очень хорошо хорошо сликал без прыжка конечно и влетал сюда если скорости очень очень много то я головой цеплялся кто-ли вот это место то ли за вот это место и результате все плохо было но если все хорошо то мы с этой этого слика пролетали прям летал быстро вот это рампа здесь это рампа она есть две на это проблема первая проблема если вы очень высоко и очень хорошо стрейфить и то есть вы можете лететь под нафиг либо если вы очень низко прыгаете то здесь можно может не хотеть скорости допрыгнуть до следующего пада поэтому в результате проходилось как-то все это выравнивать подстраивать скорость до приходилось искать для себя это золото димы чтобы даже на рампу хорошо попасть и руки взять и сразу допрыгнуть до есть по приземлению сразу пользовался рокет джамп чтобы долететь дальше и дальше у нас как у нас имеется какая-то скорость и нам нужно плыть вперед нам нужно взяли было пролетать вот это вот здесь и проплывать то есть вроде это быстрее чем сначала направо потом налево плывем стреляем вот в эту кнопочку она нас кидает вперед отплываем берем уроки в принципе стандартно все я не знаю что их можно придумать здесь у нас имеется два варианта либо мы стреляем вот сейчас я боюсь прыгать потому что если подпрыгну меня отберут рокет поэтому сразу после прыжка я стреляюсь рокетом и либо на первый табуретку стол либо на второй приземляюсь на 2 вроде сложнее но это экономит целый прыжок и вроде там мега нам не очень сильно нужно потому что у нас 100 хп 2 2 ракеты и ну да и battle suit чем далека мега вообще не нужно здесь я не знаю насколько battle suit должен быть по моему здесь собирается а ну или нет его ну 100 2 100 хп все равно два рокета где жопать вот то есть здесь я использовал рокет джамп стал до этого рокета сделал два прыжка и прыгал дальше а вот здесь как раз этот триггер который на головы отбирает battle suit видел я теперь его больше нету то есть для этого мега и нужно после подбора это рокета после подбора рокета у нас вышки по этим падам либо с одного либо со второго стреляем рокетом берем скорость по этим пытаемся подняться здесь наверх по вот этой вот боковой рамки ну и дальше просто строить по вот этим вот кривым вот не платформа я не знаю как их назвать здесь я несколько раз тайм запаровал когда втыкался по прыжкам как-то не получалось либо дали джамп и бы дабл джамп не выходил в общем как-то все это очень волнительный момент был в принципе здесь уже в принципе финишная прямая просто немножко стрейфа я один рокет оставался вот здесь мы либо вот по самой вот этой стенке пытаемся завернуть по боку она для у кутри наверно сделано и вы в себе пытаемся завернуть вот как то вот вот таким вот образом не цепляя так как скорости очень много иногда получалось зацепить этот уголок или следующий уголок на на подъеме до прыгаем стреляем ракетом куда-то в пол заворачиваем и финишерен как-то так это проходилось попробую один разок пройти поменьше запарывайся вот зачем изусоснался кстати неплохая очень далеко лететь и не получится подняться мне кажется я сейчас вообще медленно буду проходить наверное по мере возможности мне нужно своих позы где-нибудь делать чтобы не приходилось деляться если где-то что такое не знаю как мне пытаться пройти эту карту чтобы я не умирал проходи проходи здесь один по моему только самом начале вот как он это рассказывал да попадает сразу на второй патт с некая перед этим на 1700 здесь делает double jump набирает в принципе достаточно скорости чтобы вернуть да но вот сейчас было не очень очень удачный момент чуть-чуть не долетел но в целом так вот должны были то есть 1500 у вас должно быть в среднем перед рампой чтобы сюда залететь вот если не получалось вот так провернуть то просто хотя бы вот до этого краешка долезть и дальше можно было вот таким образом забыл джампа старый эй 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 фиг не допрыгнул попробую здесь получится скорости мало поэтому лишний прыжок использую вот здесь еще потерял скорость ну ладно не буду уже перепроходить в принципе если вы счастливый обладатель среднего скилла так скажем у вас в любом случае вот это ну все вот эти вот моменты должны получаться потому что они не такие и сложны понятно что если выжимать их на максимум то нужно будет постараться но как минимум сделать их исполнить как бы для себя в плюс это в принципе больше половины наверное сейчас дефрагеров сможем вот enter saved rocket в итоге 1700 у него сохраняется и на 1290 он вылетает попадает сразу на слик дабл джамп зацепляет косую рампочку и которая дает ему вертикальную скорость вот здесь это боже очень удобный да тут много дабл джамп уж быстрее флю используя рампу наискосок подай на этот слик цепляю головой немножко стрейфы с использованием рокета остаюсь пролезть вот этот и как-то влезаю ра и рокет здесь я знаю что рассказать в принципе сейчас да почти финиш надо не воткнуться просто никто вот лично и как-то так и финиш ну чтож посмотрим на верные демки итак было прислано раз два три 4 5 то есть 7 демок cpm и одна единственная демка ваку-3 в срок и еще вторая демка ваку-3 после дедлайна была прислана от кета мы тоже посмотрим так я с вернусь паркапы начнем просматривать своку-3 занял первое место феос сделаем наверно таймскил может полтора чтобы не я так посмотрю наверное а потому что ну прям когда все быстро очень летает непонятно происходит плей ну один и два хоть я нажал плей давай 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 это смотрим феос вк-3 3 минуты в принципе начало бодрое уверенное нету дрожащих каких-то движений падал со слика просто не прыгал даже тоже внутри видимо так было выгоднее да вот как раз по второму проходу проходил это стандартный вк-3 попал на рампу сколько смог наверх залез плохо сначала да интересно тут поднялся хотя видел можно по-другому кстати ну увидим я думаю еще другой когда у тебя ракета мастер или цепи синхронизировать тут велся да а я почему-то в 10 очень плохо кнопочка работает смотри смотри это как все равно одновременно так рассказать пока неплохо идет вроде бы основных больших затупок у него не было да достаточно уверенно в принципе игрок уже освоен освоенный в дефраге ну очень уверенно в принципе очень хорошо проходит приятно даже смотреть нету каких-то прям затупок серьезно сейвит рокет попал в ямку да да я думал честно говоря попадет неплохо пропрыгал здесь пол вики попал спи куда нужно тебя чуть-чуть пораньше да я так понимаю но я это скилл медно сделал потом выровнял ради с тобой должно быть однако вот он у меня на джимпад упал а у меня попал перепал но немножко быстрее я буду тебе спойлерить сделать о кстати хорошо заюзал рампу хотя потом конечно но потом не знаю почему он решил именно так вот но с головой но это не такая большая потеря но в принципе мог право стрелял машинга нам потому что видимо так удобнее некоторым было все таки с машинга на есть возможность на первый пас распрыгал неплохо залетает потихоньку идет 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 небольшие затупы на стрейфе да ножка а вот он использовал эту по касательной до вторую стенку ну и 337 и добавить бы еще впереди двоечку и было бы очень круто смотрим демку кета да которая пришла вне демка записано комментарий от аякса был организатора записано вне до вне времени проведения варкапа и так тем какие-то play идеи кет очень он специализируется на стрейф-картах очень хорошо в которых проходит и с мы должны увидеть его очень хорошее прохождение потому что здесь очень много стрейфа много стрейфа принципе много пушек тоже ну кет не за все-таки разница с фиосом не очень такая прям большая хотя уже видно видны изменения прям в скилле вон с кеме в угол в принципе все как-то почаще побыстрее но это с опытом все все с опытом нарабатывает правильно все стрейф проходят а сейчас залез на самый верх использовал немножко другие давайте про эти пады говорим то что там фиос интересно начал это место проходить принципе неплохие уроки ты сенс у него сразу видно что достаточно большой немножко поддрагивает мышка у меня проходит вообще практически без ошибок в принципе вообще без ошибок до единственное различие наверное между другими таймами ну которые в онлайн допустим взять просто быстрее то есть дорожка как правило тут наверняка 1 прохождение 3 ну как бы топовая так скажем и засевил рокет прошел между падами ну в принципе очень хорошо о очень круто прошел сник ну слик слик сликовую часть 3 дабл жамп не сделать поэтому тоже не плохо пользовал нормальную сликовую рампу мне кажется он мог немножко подальше посликать да да он тут почему-то фиос тоже не стал там сликать не знаю почему и кет тоже решил что видимо сомнительное занятие вверх зачем тут ловить может это быстрее аааа да 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 тут же руку 3 сильнее вода видно как будто нервничать начинают конец карты эти стрейфовые падики которые постоянно в которые влепляешься также использовал этот полукруг ну и в принципе финишировал ну фиос недалеко от кета ушел проходил кстати в онлайне причем это вр не знаю насколько он актуальный сейчас 2337 но как 15 секунд но это для такой как для такой карты мне кажется не так много так что фиос старайся лучше даже от сеть или 25 с математикой не очень 25 25 ты меня не путаешь хорошо так следующая демка как-то у нас на 411 получается cpm фаурахс из украины я думаю стоит хотя бы 12 может сделать на следующей демке чтобы немножко побыстрее а топовые уже ну топ-3 посмотрим с тем скилом 1 со стороны он проходил там получился да был жамп у него не как руку 3 ну так в принципе как как обычно прохождение такое видимо не хватает времени нормально это все отрепетировать что ли ну так как будто бы просто раза три прокатился если он а еще в принципе неплохо проходит говоришь но он не получилось мой джамп от наверх надо смотреть чтобы рулить что ты делаешь сейчас три минуты будем на этом смотреть вот получилось у него молодец но он на мж капе кстати показывал неплохие неплохие результаты так что я думаю он здесь просто только для массовки отправляет два раза не попал на рампу ну второй раз не зафейлил в принципе рапа не попал дальше с гранатами все посмотрим обычное использование гранат как предстрелы рокетом таски мил немножко уголок получился у него землицы прям перед этой рампой я использовал джампад я использовал джампад я решил около 3 часть проходить дорожкой да ну да у него было слишком мало скорости чтобы рампы использовать ты раз упал здесь вот тебе и рампа пригодилась слегка не нахочется второй раз это получился не упал в лаву да да я думал блин и пойдет или нет потому что он задумался за него ну пешком грубо говоря проходит так аккуратненько не никуда не торопится пока чайник кипит проходит тихонечко неплохой дабл джамп кстати очень ну быстрый не использовал слик в воде тоже не стрейфил в воде в принципе можно кнопками влево вправо добавлять себе скорость эх правильно находился в положении чтобы кнопку влево даже здесь влево даже здесь влево влево даже здесь влево даже здесь влево если он поиграл чуть чуть побольше эту карту у него бы ему получше было если бы он ну да он бы отточил просто эти момент уже и все получилось бы возможно вышел бы из четырех минут влево 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 нет а это 356 227 это второе место было удачи быстрее видно то что все проходится ну как ну то что приходилось сделать в принципе неадекратно даже упал здесь да ой второй раз упал да ай-яй торнер торнер опытный игрок не знаю почему он тут нам такое показывает видимо ему так захотелось видимо ему так захотелось неплохие рокеты падает туннель 1000 упал торнер торнер что ж ты делаешь ну 1 и 2 неплохо кстати смотреть нормально немножко побыстрее не попадает на рамку не попадает на рамку не попадает на рамку между столбами маневрирует обычные отстрелы гранатные охватнулся припадем на ракетах без джампада в принципе и ладно здесь ничего не получилось опять как луку 3 приходится проходить слик тоже на слике споткнулся у него как будто демка записано я не знаю несколько раз прошел и отправил ну может быть нехватка времени как-то ну у них все равно свои причины так будем говорить у всех среди как будто видишь тестировал прохождение он туда и обратно торнер ты давай если шлёшь шли нам нормально ты же опытный чувак это фараксу в принципе простительно что чувак потому что новый ему еще учиться учиться ты должен подавать пример торнера ты что нам делаешь что за фейли в раке джамп крутит пашкой нам мол не нет сейчас все будет норм ну давай посмотрим да стреляет в кнопку я уже думал не стрелит вот вот попрыгнул и не отправили ракет да ну там чуть больше чем джамп отнимает высота есть чуть больше джампа нет она уменьшит прыжка там дело в том что после первого отбора после первого пересечения на второй раз не схватывает я ты показывал ну я там делал джамп ты сначала подпрыгнул за ракетом а потом вернулся назад и делал джамп нет нет я когда проходил делал джамп там чуть чуть выше чем джамп ну и не суть в общем может быть конечно ну такой следующая демка за 337 а подожди мы ее смотрели 301 к крывы 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 из эстонии чувака но я его знаю он не писал в личку криворуков это закрещено нет хорошо play то есть он он останется или нет или как ну он тебе на английском писал нет он в эстонии очень много поселений так скажем ну и города русскоязычные в целом есть ну которые знают русский да ракеты от пола в принципе ну неплохое прохождение пока что очень бодренько чувак тоже играет недавно так что в принципе можно будет ему половину простить да и нужно я думаю с торнера пример не бери я знаю ты посмотришь это видео да у него неплохо получается проходить часть трейфа мог на поджог раньше здесь ракет у нас открыться не попал кстати он да но он неплохо кстати вышел из ситуации как бы в принципе срезал траекторию и сделал там этот робиджам смотрите наверх пацаны смотрите наверх вы должны видеть куда вы летите вы же не проходите задом карту там уже выступ есть надо в него не воткнуться да ну в принципе очень даже не знаю в некоторых метах мне кажется ему просто повезло и он не упал нигде ну в первый выстрел гранаты был хороший который немножко зафейлил конечно тут четко попал перед рампой в принципе повезло и с рампой да 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 использовал рампу залетел сразу наверх в принципе это да очень хорошо получился вот почти чуть-чуть и было бы не знаю на секунду быстрее да возможно не смог уже некоторые моменты видимо улучшить но сразу видно по крайней мере что человек старался что он играл именно на рекорд а не как торнер тестил там бегал вокруг одной рампы 15 раз так что торнеру замечали его опытный игрок в принципе в воду он нормально попал чуть-чуть еще перелетел рампу тоже стрелял с машингана видишь можно джамп сделать там чуть-чуть выше триггер чем джамп в принципе стрейфит плохо он так решил ну кстати хорошую хорошо хорошая идея это ну просто в себе можно же заворачивать кнопками влево вправо можно было намного раньше ракетом стрельнуть и повернуть все это но скорее всего air control еще развиты ну вот такое решение для него было оптимальным так следующее днк 246 из 2 латвия и стул в принципе ник у него читается и на мж капи опять же показывал очень хороший результат интересно попадет очень плохо попал на эту рампу но нормально дальше подпрыгал вроде бы делал его джамп и сникл дальше тоже в принципе все чистенько так достаточно и под себя ракет да неплохо ну мж кап в принципе очень хорошо многих показал наверх смотрел кстати да это признак скила смотришь наверх это значит про ну тут немножко возможно нервничал решил на стрейфе там не срезать угол нормально проскочил все ну достаточно уверенно играет 1800 скорости сроки то залетти да сейвить не стал впри ой хорошо чуть-чуть долл джамп зафейлил но ничего страшного в принципе вопрошка ай чуть-чуть чуть-чуть зафейлил зафейлил немножко дабл джамп тоже в принципе ничего страшного но в такие моменты обычно как я могу как могу посудить по себе просто начинаешь нервничать и бывают вот такие лажи так скажем когда немножко дабл джамп ты задержкой сделал когда по спейсингу что-то не получилось ты решил не рисковать и в итоге не получилось вообще ничего там ну такие мелочи взял сроки я думал не возьмет он же пролетал решил аккуратно не срезать наскосок ну да покупал правильно и скорости маловато но ну как как можно увереннее играл ну и топ 3 ньюби 228 вернем на одну ручку так плей ньюби он же новичок он же топ 3 немного не хватило до топ 2 буквально секунды раз посмотрим где он мог это улучшить пушка вначале вроде неплохо используем тоже неплохо попал сразу на второй патт вообще круто да очень хорошо реализовывает все по прыжкам поворачивается очень очень чисто поворачивает в принципе выбирает скорость на рамку немножко не попал по спейсингу но в принципе может быть у него и не получалось как не знаю у меня такое впечатление создалось что он всегда вот так вот делает задумано так неплохие руки вот 2200 у него даже здесь была скорость наверх не смотрел но правильно завернул он знал что там выстроил правильно зацепил за при падении риф немножко не хватило по-другому у него тоже бит оба джампа 600 да скажу сразу оба пакета использовал слик совсем можно было как так тоже проходить да ну зацепил краешком головы это хорошо скорости им добавило здесь немножко он ступил проще было дабл джамп проходить быстрее здесь он прыжок вместо слик использовал наверное не знал что там слик есть сразу узнал что там есть в принципе текстура отличаются в первую очередь по идее тестится слик не слик какая поверхность там чуть не зафейлил вот здесь в конце воткнулся в стенки вот вот неплохой финиш так это было третье место отлично дальше по 27 энди больше беларуси play он на полторы секунды быстрее а на 1 и 3 где-то а на 1 и 3 где-то дэнка онлайн вписано тоже но все пока с третьего пада где утрой он на первый пад приземлялся от стенки у нее скорость еще поменьше была но дабл джамп он попал все таки в проход вот или едет до места вверх с этой рампы дабл джамп вот у нее скорости много можно было бы пытаться прожать сэкономить ладно 500 ну как ты кстати он попал чуть не зацепил как стоять за стенку да вообще ну пока четко все вообще молодец ай немножко зацепил да надо пораньше заворачивать в столбике да хорошие стрелы гранатами 1600 в наличии роки там залитают хорошо хорошо хороший дабл джамп получается 1200 почти сохраняем делает дабл джамп на слике попадает сразу в дырку и по спирали в принципе как смог завернул делает дабл джамп дальше очень хорошо да да использовал да использовал это как стать ему скорость дабл о времени не попал неплохо в эту кнопку да ну воду побыстрее прошел чем сверстники то скажем дэнди дэнди тоже в принципе игрок ну начинающий но перспективный насколько я могу узнать но и потому что общаемся и для уверенности уже перед поворотом в принципе стреляет и занимает топ-3 топ-13 с комментарием который мы не будем произносить да быстрее сделать ладно давайте посмотрим я плей ну с обычным посмотрим в принципе неплохо пройдено топ-1 карты да 700 вот я отлично кахал на третий пат стрелял на 1300 завернул завернул четко в принципе да попал очень хорошо на эту рампу умудрился но нет пушка получилось но я просто с так зеркалом попытался здесь экономил прыжок как раз таким образом вот да ну все хорошо я тоже так думаю что все хорошо хотя хотелось бы быстрее все это пройти кажется здесь можно секунду надо ее улучшить но тут на стрейфе я знаю можно срезать немножко в принципе здесь тоже можно побыстрее на минус жан сделать то есть ну ну все тут это все срезается все зависит от скилла в принципе от желания должны да вот за сейвил рокет и получил 1800 вообще после поворота это очень хорошо уже пожил не или и не 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 неплохо поднялся дальше здесь у меня очень хорошо по прыжкам получилось ну да немножко ну нормально в принципе то это лучше чем зафейлик совсем мы тут на 1400 хороший поворот и топ топ сервера топ варкапа 166 смотреть медленнее наверное не будем потому что демка очень длинная захочет построить медленнее я сейчас покажу результаты которые у нас на сайте отображаются вот на сайте defrag.ru здесь отображаются результаты демки все которые можно скачать можно одним архивом ну в принципе вся основная информация сейчас стартовал новый competition который называется idm strafe 2 карта от matter idm будет проходить неделю через неделю надеюсь мы еще один обзор сделаем по данной карте карта видно по картинке то что она без оружия то есть только строив участвуйте играйте будем ждать ваших демок присылайте всего хорошего всем пока всем спасибо всем пока спасибо всем пока